Что такое криптовалюта и всегда ли вложение в него приносит положительный результат, узнаем в нашем следующем сюжете. Криптовалюта – это относительно недавно созданный финансовый инструмент, который торгуется на фондовой бирже и имеет ряд особенностей. Во-первых, это сильная скорость изменения. Если традиционные валюты меняются в небольшом диапазоне, то криптовалюты могут скакать в разы. С одной стороны, это вероятность получения очень высокого дохода, с другой – очень высокие риски потерять все вложения. Вторая особенность криптовалюты заключается в том, что они не обеспечены какими-то реальными физическими активами. То есть, если традиционные валюты, такие как рубль, они обеспечены фактически всем богатством той страны, которая выпускает эту валюту. То есть, на рубли вы можете купить практически все, если у вас хватает этих рублей, можете купить практически все товары в нашей стране. Практически все финансовые активы имеют две составляющие своей цены. Одни зависят от экономических параметров деятельности того, кто эту валюту выпустил. Если инвесторы видят, что это приносит доход, то им становится интересно покупать ее. Другие не зависят от экономических параметров предприятия. Их называют спекулятивным составляющим. К этой категории и относятся криптовалюты, поэтому в них вкладываются инвесторы. Инвестор покупает, допустим, по 100 рублей какую-то валюту в надежде на то, что скоро он ее продаст намного дороже, например, за 300 рублей. Здесь уже прибыль получается 200 процентов, соответственно, намного больше, чем какие-то могут быть дивиденды, которые 5-10 процентов бывают. Но проблема в том, что когда таким образом строится финансовая пирамида, те, кто окажутся в самом ее конце, после того, как пирамида обрушится, они потеряют все. Так и основатель автомобильной компании Тесла Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за день. На самом деле больше вложил не Маск, а те, кто в него поверил, то есть сторонние инвесторы. Илон Маск какие-то свои средства вложил, но с другой стороны, он ведь вкладывал их изначально на самом низу, то есть когда Тесла стоила очень мало. Она сейчас отросла очень сильно, и за счет этого он все равно приобрел гораздо больше. То есть то, что он даже потерял, это все равно часть только от того, что он заработал. Но стоит отметить, что подобные ситуации связаны с тем, что экономика Соединенных Штатов сейчас испытывает очень серьезные проблемы. Ее пытаются сдержать путем накачки денежной массы в валюты, то есть количественным смягчением, но бесконечно это идти не может. Рано или поздно все обрушится, отмечает Тахир Рафиков. Энджеми Небаева, Ленарда Влетьяров, Универньюз.